Здравствуйте, друзья! Вы смотрите видеожурнал «Психотерапия в России». Сегодня мы поговорим о том, без чего, пожалуй, не обходится ни одна психотерапевтическая сессия, ни один курс психотерапии и ни один клиент. Тема нашего сегодняшнего разговора – феномен сопротивления в психотерапии. Я хотел бы представить вам наших сегодняшних гостей. Это доктор медицинских наук, профессор, врач-психотерапевт Сергей Михайлович Бабин. Здравствуйте, Сергей Михайлович! Здравствуйте, коллеги! И наш, можно сказать, постоянный гость – врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, директор Восточноевропейского гештальта института Константин Витальевич Павлов. Здравствуйте, Константин Витальевич! Добрый день, коллеги! Здравствуйте, уважаемые зрители! Коллеги, у меня есть некоторые опасения по поводу нашего сегодняшнего выпуска, что такая тема, как сопротивление, может заинтересовать только профессионалам и не настолько сильно заинтересует потенциальных клиентов, людей, обращающихся за помощью. Сергей Михайлович, на ваш взгляд, людям важно знать о том, что такое феномен, как сопротивление, существует или это удел исключительно профессионалов? Я думаю, что эта тема затрагивает и всех, и клиентов, и специалистов, и в какой-то степени мы же объясняем нашим пациентам, нашим клиентам, что происходит в процессе терапии, иногда называя это словом, термином сопротивления, иногда не говоря об этом напрямую, но в любом случае мы объясняем нашим пациентам, что происходит во время нашего взаимодействия и что происходит в их внутреннем мире главным образом. Поэтому я думаю, что это достаточно актуально. Константин Витальевич, на мой взгляд, слово сопротивление, слово самого... Хорошее, мне кажется, популярное слово. Че Гевара. Но у него есть некоторый такой негативный оттенок, как будто это что-то нежелательное, если сопротивление... Может возникнуть ощущение, что если сопротивление возникло в процессе психотерапии, то его можно... Нужно перебарывать. Вот ваше профессиональное и личное отношение к сопротивлению. Ну, наверное, скорее профессиональное, чем личное, потому что на самом деле, действительно, термин был порожден как описание нечто, что виделось практикующим терапевтом, психоаналитиком, в первую очередь, как негативная тенденция, которая требует работы с собой, требует преодоления и победы, побеждения. И аналитик должен был, призван был победить это явление. Сейчас уже и в психоанализе так не рассматривают, но хочу сразу анонсировать наши профессиональные отношения внутри гештальта, других гуманистических терапий и школ. Мы относимся к сопротивлению не как к чему-то, что нужно победить, побороть, но следуя нашей общей установке, предполагаем, что это проводник, направлению движения которого нам также следует следовать, и мы будем двигаться по пути сопротивления за нашим клиентом, помогая клиенту узнавать что-то новое о себе, потому что богиня гештальт подхода осознанности и в нашей психотерапии, в консультировании мы считаем, что главное достижение, когда у клиента появляется новая осознанность, которая дарит возможность делать новые выборы в жизни. Поэтому сопротивление – это сугубо интересный, позитивный момент, смысл которого, значение которого в жизни клиента, клиенту в первую очередь следует понимать, мне во вторую очередь, а может быть и не так и нужно. Я еще считаю, что сопротивление – один из проводников вопроса эффективности психотерапии. Безусловно, наверное, и клиенты, и психотерапевты заинтересованы в том, чтобы психотерапия была эффективной. Сергей Михайлович, вот есть такое мнение у ряда профессионалов, что настоящая психотерапия начинается только тогда, когда в процессе психотерапии у клиента появляется сопротивление. Вот этот момент – и психотерапия началась. Какое ваше отношение к такому мнению? В какой-то степени любая терапия направлена и начинается тогда, когда клиент чувствует какое-то неудобство. Если у него все хорошо в жизни, он просто не придет на терапию. Зачем мне идти, платить деньги, тратить время, если у меня все хорошо, меня все устраивает. Значит, как минимум есть какая-то заноза внутри меня, и я хочу ее вытащить с помощью профессионала. И дальше, конечно, в процессе работы начинается вот то, что мы называем сопротивлением терапии. Те или иные вопросы, которые поднимаются во внутреннем мире клиента, вызывают у него напряжение. И, наверное, это неизбежно. Не знаю, как это связано с эффективностью, но это показатель такой нормальной, качественной, идущей психотерапии. Константин Витальевич, вот о чем хочу спросить. Я несколько раз присутствовал на ваших выступлениях на различных конференциях в последнее время. Вы там озвучивали идею о том, что индивидуальный клиент – это некоторая условность, некоторая фикция, что трудно и невозможно рассматривать жизнь человека, его процессы психологические в отрыве от жизни его семьи, от жизни общества. Так может, сопротивление – это во многом тоже культуральный феномен, нежели индивидуальный? Спасибо за подводящий вопрос, потому что, да, действительно, я именно так и считаю. И сопротивление, как и другие феномены, условно, которые принято считать феноменами индивидуальной психики, на самом деле, с нашей точки зрения, принадлежат полевым процессам. И представление о так называемом идентифицированном пациенте в семье, который является слабым звеном в семье и приходит в терапию, а чаще всего его даже приводят в терапию более сильные здоровые члены семьи. Конечно, вот этот человек, эта точечка поля, точечка пространства воплощает в себя определенные силы. И, соответственно, сопротивление, когда эта точечка начинает сопротивляться чему-то, это часто является сопротивлением всей системы. Кто принимает, например, в семье решение о том, что мы не идем больше в терапию, это очень интересный вопрос. Как организации начинают сопротивляться организационным изменениям, это тоже очень интересный вопрос. Например, совершенно свежий случай в сопровождении одной организации в процессе изменений. Я столкнулся с тем, что люди говорят, а мы не доверяем и опасаемся самой процедуре, которая происходит сейчас. Это совершенно естественно, потому что они сталкиваются с возникновением нового. И, конечно же, им свойственно людям проецировать ответственность за возникновение новой осознанности и даже за риск изменений чему-то внешнему. Это не со мной происходит, а происходит вовне. И проекция является одним из вариантов так называемого сопротивления, о чем можно думать, прерывание цикла контакта, как мы говорим. Когда не у меня хорошее настроение, но собаки мне на улице улыбаются. Или если мне что-то плохо, то месяц скалит зубы в мое немытое окно. Людям свойственно проецировать свои события на внешний мир. И это уже некоторое прерывание, признание того, что происходит со мной или что происходит в ситуации. Это с объектами что-то происходит. Вообще, на мой взгляд, стоило бы говорить о трех видах сопротивлений. Сопротивление осознанности, сопротивление изменениям и сопротивление терапии или сопротивление терапевту. Об этом мы чуть подробнее поговорим позже. Константин Залич сказал о недоверии. Сергей Михайлович, вы в одном из своих выступлений, последних, приводили данные российского соцопроса о том, что около трети россиян не доверяют психотерапевтам. Насколько я правильно понял данные. Может быть, такое недоверие и, наоборот, вера в мифы, которые могут быть у людей о психотерапевтах, и о психотерапии – это тоже своеобразная форма сопротивления? Возможно. Психотерапия в России – достаточно молодая специальность, бурно развивающаяся. Это, наверное, такие издержки роста. В том числе, может быть, не очень качественный состав терапевтов, врачей, психологов, которые вот на этом рынке существуют и пользуются. И отчасти эти данные отражают объективную реальность, которая у нас есть. Другое дело, что мы с этим работаем, и все профессионалы, профессиональные сообщества, наши усилия должны быть направлены на то, чтобы наши коллеги и мы вместе с ними сами росли и совершенствовались. И для этого преодолевать собственное наше сопротивление. Ведь сопротивление есть не только у клиента, да, в терапевтической ситуации, мы говорим о пациенте, но есть сопротивление перед личной терапией, есть сопротивление перед супервизией, есть сопротивление перед членством профессиональных ассоциаций, реальных профессиональных ассоциаций. Безусловно, психотерапевт тоже подвержен сопротивлением, а что вот в этом случае, какие есть выходы, какие есть альтернативы психотерапевтов, если он сталкивается со своим сопротивлением? Ну, все примерно то же самое, как в обычной терапии, когда мы занимаемся с клиентом. Это осознавание, понимание, что именно, чего я опасаюсь. Ведь сопротивление – это опасность. Я опасаюсь, причем опасаюсь я не того, что есть снаружи, а я опасаюсь того, что есть внутри меня. И таким образом, это понимание той платы, которую я плачу за эту опасность. Сопротивление ограничивает мою жизнь. Ну, и жизнь клиента, если это проявляется у него в большей или меньшей степени. И в терапии, например, демонстрация клиенту степени ограничения его жизни во многом позволяет справиться с сопротивлением. Он понимает, что он платит, каким образом он ограничивает свою жизнь и фактически живет неаутентичной, неподлинной жизнью. Константин Анатольевич, хочется еще продолжить этот разговор и поговорить о веянии настоящего времени, об одном из веяний – соматизации, психосоматических расстройствах. На Ваш взгляд, с чем связан такой значительный рост данных состояний, механизмов? Во многом, то, что соматоформные расстройства и вообще соматизации стали появляться гораздо чаще в последние 15-10 лет, я бы связывал, с одной стороны, со спецификой тех процессов, которые происходят в обществе. И нарастание неопределенности, нарастание тревоги в социальных системах проявляется в тревоге и неопределенности и соматизирующихся явлениях в жизни одного человека на уровне индивида. Однако, с другой стороны, соматизация может быть увидена как специфический вариант сопротивления осознанности. Потому что чаще всего люди, которые приходят с соматическим симптомом, с жалобой на то, что у меня панические атаки, или же на людей направляют интернисты, врачи внутренних болезней с некоторыми эфемерными болями в сердце. То есть, боли-то настоящие, но просто врачи внутренней практики не находят оснований соматических, морфологических для того, чтобы эта боль была. Такие пациенты чаще всего не признают чего-то, что существует в их жизненных ситуациях и не готовы что-то изменить. В целом, наиболее частой формой сопротивления мы в Гештальте рассматриваем сопротивление изменением. И рассматриваем эту ситуацию, опять же, в полярности, в динамике движения человеческого существа или более сложного организма, группы, подгруппы, организации, сообщества, между двумя полюсами. Полюс стабильности и полюс изменений. Как вот Сергей Михайлович сказал недавно, я согласился бы с идеей, что одна из очень частых динамик – это страх или опаска перед грядущими возможными изменениями. Человек приходит в консультирование, да, конечно, желая измениться, но при этом он, да, конечно, опасается этих изменений, потому что то, что у него есть, а есть как минимум осознанность достаточная для того, чтобы запросить консультирование, время свободное, средства свободные, чтобы потратить. То есть, есть уже довольно неплохой пакет. Это все становится под риск, когда приходит новая осознанность. Смотри-ка, я живу не с теми людьми. Я живу не настолько счастливой жизнью, как мне бы хотелось. Какие-то мои потребности не удовлетворяются. И когда человек более полно начинает осознавать эти свои недостатки по парадоксальной теории изменений Арнольда Бейсера, изменения нахлынувают. И эти изменения часто являются пугающими, потому что наши клиенты в опыте успешной терапии меняют круг общения, меняют партнеров, меняют семью с завидной частотой. Это не потому, что мы подталкиваем людей к переменам. Это потому, что люди, приходящие неудовлетворенными, находят другие способы удовлетворения, другие разрешения ситуации, нежели те, которые у них были до начала терапии. То есть, феномен сопротивления – такое емкое явление, исследовать которое мы призываем наших клиентов. Что происходит? Давайте посмотрим вместе, и, может быть, вы найдете более удовлетворительный для себя способ решения ситуации. Сергей Михайлович, в своей практике я очень часто встречаю клиентов, которых называю избегающими, склонных нарушать договоренности. Это касается не только процесса психотерапии, всем нам хорошо, наверное, известны российские строители, которые все работы выполняют в срок. Но вот возвращаясь к психотерапии, это мне, как психотерапевту, как весьма обязательному человеку, везет на необязательных клиентов? Или это вообще такой общекультуральный феномен, таков российский пациент? Ну, конечно. Мы живем в стране, где действительно необязательность почти уже национальная черта, и это, так сказать, даже как-то так с юмором воспринимается нормально. И, соответственно, пациенты не обязательно в своей личной жизни, в обычных, в рабочих условиях, и, в общем, не очень обязательно в терапии. С другой стороны, конечно, если меня как терапевта это сильно задевает, то я значительно сильнее реагирую на необязательность, так называемую необязательность клиента. Если говорить о сопротивлении, необязательность может быть, ну, просто необязательность. Сигара может быть просто сигарой, да? Если говорить все-таки о сопротивлении, очень важно продемонстрировать пациенту, и в этом случае тоже, что, в общем-то, это нормальный механизм. Более того, я уважительно к этому отношусь, так как я понимаю, что в свое время, не сейчас, но в свое время он выполнял очень важные защитные сберегающие функции. Но сейчас он стал ненужным, излишним и, может быть, даже ограничивающим. Это легко показать на примере терапии и перекинуть мостик к его обычной жизни. Вот это очень важно. Буквально несколько слов по поводу соматизации. Я абсолютно согласен, кстати, с Витальевичем. Я просто хотел добавить, что, конечно, в наших условиях, российских, это еще проблема стигмы. То есть, понятно, что мне легче жаловаться на сердце, на головную боль и обращаться, соответственно, к терапевтам, неврологам и так далее, чем даже допускать, что я могу страдать какими-то психическими, душевными проблемами. Я опасаюсь до сих пор болеть душой и понимать, что у меня что-то с душой не в порядке. То есть, такая вера у людей, что это что-то нехорошее сохраняется. Ну, это даже ненастоящая какая-то депрессия, не настоящая болезнь. Сердце будет выдуманное. Настоящее. А депрессия – это, ну что, это чувство, это же не болезнь. Сердцем болезнь какого-то даже почетного. Все болеют сердцем, кардиологией. А болеть душой – это вот что-то сумасшествие почти где-то рядом, вот что такое не очень хорошее. Даже допустить это для самого себя. Ну, и гендерно тоже значимо. У мужчины депрессия. Это же женское. А если истерия, не дай бог. Это же что такое? Это непозволительно. Согласен, Сергей Николаевич, абсолютно. Константин Витальевич, если говорить о типичных сюжетах нашего времени, а это тема уже ваших выступлений в течение последнего года, то какие типичные виды сопротивлений могут еще встречаться, на ваш взгляд, встречаются бы вам в вашей практике, из числа тех, о которых мы сегодня еще не говорили? Ну, я уже упомянул, кроме соматизации, о панических расстройствах, которые проявляют себя как классически понимаемые, как фобией явления, сопровождающиеся тревожными состояниями и депрессивными состояниями. Но, по сути, это очень известное, широко известное людям в быту явление, вроде того, что человек перестал летать на самолете. Или я боюсь спускаться в метро и не пользуюсь метро. Я считаю, что несколько сотен тысяч граждан в Петербурге не ездят в метро. Не потому, что им неудобен быстрый транспорт в Санкт-Петербурге, потому, что с ними начинают происходить определенные неприятные явления при приближении к эскалатору, и многие мои клиенты борются с этими состояниями. И многие другие формы вытеснений осознанности, вытеснений сопротивления признанию того, что происходит, также мы находим в практике. Я хотел еще и вернуться к начальному этапу нашего интервью, когда вы сказали, что маркером сопротивления или маркером подступления к важной части работы клиента может быть нарастающееся сопротивление. Известен хорошо такой феномен, когда клиент вдруг перестает понимать вопрос. Задаешь вопрос, а человек растерян, и видно, что он растерян. Я уже привык, я говорю, спросите еще раз. И люди говорят, да-да-да-да-да. Я задаю еще раз вопрос, и я вижу, что он падает куда-то в бездну, в колодец. И я спрошу, еще может быть? И еще раз, третий раз. Почему? Потому что встретиться с каким-то явлением, с какой-то правдой своей жизни бывает очень сложно. Во многом для того, чтобы поддержать человека во встрече с чем-то трудным для себя, и нужен консультант, психотерапевт, гештальтист, специалист по реконструкции качества жизни, то есть второе существо, с кем рядом вместе, опираясь, можно узнать что-то новое о себе, чему в естественном течении обстоятельств препятствует сопротивление. Проявляется оно в дефлексии, так называемом, соскальзывании или уклонении. Люди забывают, говорят, ой, вот-вот сейчас-сейчас я вспомню, о чем я хотел сказать, ой, я забыл. Или шутка приходит на смену чему-то, что очень серьезное. Человек начинает подшучивать, посмеиваться, над чем-то слыша, что я никак не могу даже улыбнуться. Тогда я говорю, нет, позвольте, мне сейчас не смешно, а вам? Ой, мне тоже не смешно. И вот такие маленькие формы специфических прерываний цикла контакта являются тоже сопротивлением. Например, конфлюенция. Приходит мама и говорит, а вот мы хотим писать. Говорит, на самом деле, о ребенке своем, с которым она вместе пришла. Она говорит, мы. И сам факт, когда я обращаю внимание, мы – это вообще кто? Для нее бывает большим удивлением заметить и даже раздражает человека. Нет, нет, стойте. Это мы. И мы болеем, и мы без запроса ребенка лечимся им, ребенком. Опять идентифицированный пациент как проявление сопротивления матери, сопротивление тому, чтобы признать какое-то свое участие в данной системе. Понятно. Сергей Михайлович, ну вот Константин Натальевич только что сказал о психотерапевте, о втором существе в этом процессе. Я хочу этот разговор продолжить. И в моем понимании в нашей стране психотерапевт в некотором смысле предоставлен сам себе. В том смысле, что вот к нему приходит клиент, приносит свои проблемы, неудовлетворенные потребности, свои сопротивления, свои переживания. И государство, и сообщество никак особо не помогают психотерапевту и клиенту в этом процессе. Ну, если вот сравнивать ситуации, которые есть, например, в немецкой психотерапии. Что должно произойти, чтобы государство, сообщество повернулись лицом к российской психотерапии? Это очень большая отдельная тема. Мы говорили о растерянности, но, разумеется, как одной из форм сопротивления. И, возможно, мы тоже все, как сообщество профессиональное, несколько растеряны. Поэтому мы не знаем, что мы будем делать дальше. Какие государства ставят задачи или какие правила игры, вернее, устанавливают. И что нам делать дальше. А растерянность, как форма сопротивления, это страх, паника, ужас. Я не знаю, что делать. И я застываю, вот я мечусь. Хотя, казалось бы, решение, оно довольно часто лежит на поверхности. Для индивидуальной работы это тоже показательно. Это очень часто проявляется в групповой. Например, у меня недавно была группа, где очень интеллектуальная, осознанная женщина вот неожиданно впала в такой вот ступор фактически от растерянности. А группа, которая, может быть, более тяжело нарушена, чем она, видит ее решение. И показывает ей, ну вот там, сделай то-то, что-то, вот может вот так. А человек от паники не понимает. Я думаю, что сообщество в какой-то степени тоже находится вот в такой зоне, где мы не очень понимаем, что нам делать. И здесь, к сожалению, вот эти процессы, я не думаю, что я не очень оптимистично смотрю на будущее. Потому что, на мой взгляд, из государственных структур, ну из медицины, в частности, психотерапия вымывается так или иначе. Потому что государство, которое оплачивает это, не заинтересовано в терапии, психотерапии как таковой. А в частной среде очень сложно, особенно начинающим терапевтам, сверновать собственную идентичность. И в том числе бороться в какой-то степени с сопротивлением. Потому что, на мой взгляд, это можно делать только в коллективах. Вот в единомышленниках. Или это какие-то институты, отделения, центры. То есть там, где работает там больше одного, двух, трех человек, чтобы хотя бы там, ну какая-то интервизия существовала, не говоря уже о более четких формах. А когда человек предоставлен сам себе, он начинает просто зарабатывать деньги, он выключен, в общем, в большей или меньшей степени от профессионального пространства. И здесь, конечно, бороться с собственным сопротивлением без помощи со стороны значительно сложнее. Константин Анатольевич, я знаю, что вы являетесь сторонником долгосрочной, долгосрочного подхода в психотерапии и противником краткосрочного. Я просто не верю в эффективность краткосрочных интервенций. К сожалению. Как вот ваше мнение? Может быть, вера в краткосрочность или, наоборот, в утрированную долгосрочность – это тоже своеобразная форма сопротивления, но уже со стороны психотерапевтов? Емкий вопрос. Мне кажется, это не повод для теоретизирования. И, наверное, неправильно формулировать, верю или не верю. Мой опыт, я примерно 20 лет работаю в частной практике, что означает, что меня никто не спонсирует. Я не получаю денег ни из каких источников, кроме как из людей, для которых, если терапия или консультирование или коучинг в моем исполнении эффективны, то они приходят дальше и рекомендуют это другим людям. При этом опыт мой говорит, что для того, чтобы действительно сделать работу, но не что-то щелк изменить по поводу, ну, например, панического расстройства, требуется несколько лет, два-три года. Я не знаю, утрированно это долго или нет, но в мировой практике ровно так же говорят коллеги в других странах о длительности эффективной психотерапии. Эффективно это значит, что человек изменился по жизни и, кроме того, избавился от того расстройства, которое привело его к обращению. И он больше не нуждается в психотерапии или консультировании. То есть, на самом деле, до результата. Но более просто и быстро, конечно же, пытаться найти какие-то психофармакотерапевтические решения, принял таблетку и перестал тревожиться. Или народное средство, выпил чего-то. Люди часто ждут волшебного пенделя. Вот мне в группах говорят, ой, как здорово, вот там вот были на марафоне, так все провокативно было. Я, честно говоря, смотрю на долгосрочные эффекты пенделей. И я вижу, что когда ответ, решение или энергия пришли со стороны, то этот снаряд клиент не летит слишком долго. Он возбуждается, возгорается, с понедельника начинает бегать, чтобы там, не знаю, изменить себя, снизить массу тела. Но примерно в четверг на этой неделе или в понедельник на следующий утро становится слишком темным. И бег прекращается. Я знаю таких людей гораздо больше, чем тех, кто действительно как Тайсон, изменили себя. Поэтому я к пенделям отношусь очень скептически. Я верю в истинный внутренний ресурс. И вот как и Сергей Михайлович, очень поддерживаю клиентов в уважительном отношении к своему сопротивлению. Ваше сопротивление имело анахронистический смысл, безусловно, но возможно имеет смысл и сейчас. Посмотрите, что это за желание, например, снизить массу своего тела. Чьи интересы вы собираетесь обслуживать, ставя перед собой, возможно, такие задачи, которые вы уже имеете многолетний опыт неуспешной попытки выполнить. И вот здесь мы возвращаемся снова к осознанности. Я работаю для того, чтобы клиент изучал и даже неудобные для себя вопросы. А что со мной случилось, что я не пришел на сессию? А что со мной случилось, что я опоздал, проявил себя как необязательный человек? Что это? Это моя такая внутренняя душевная подлость или это проявление полевых процессов в России? Или же что-то со мной происходит? Призываете клиента быть терапевтом самому себе? Да, разобраться в этой ситуации всерьез, глубоко и демонстрируя принятие любых явлений. Буквально, да, несколько слов об осознанности тоже очень важно. И вот этот волшебный пендель или волшебная таблетка. Ведь на самом деле это тоже феномен сопротивления. Клиент приходит и хочет, чтобы мы относились, он сам относится к себе как к объекту. То есть, если мы вспомним Бубера, не вот я ты, а я оно. Я сам себя воспринимаю как объект и я требую таких же условно объективизируемых вмешательств. Сделайте со мной что-то, дайте мне таблетку и у меня пройдут панические атаки, или там восстановится сон или что-то еще. И я не хочу относиться к себе как к субъекту, понимать смысл этой тревоги, смысл этой депрессии, потому что это тяжело и это больно. И мы можем попытаться клиенту это тоже показать. Дальше выбор за ним. Есть разные ситуации, он может выбрать там психофармакотерапию. Да, естественно, я ее осуществлю, я направлю к человеку, который этим занимается. Но это будет все-таки чуть более осознанный выбор клиента. Он понимает, от чего он отказывается, что он получает. Тогда, возможно, через день или там через полгода он вернется вновь ко мне уже более четким осознанным запросом на более глубинную работу. Сергей Михайлович, вот хочется спросить про ваш опыт. Вы сейчас руководите кафедрой психотерапии здесь, в Петербурге, кафедрой Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. В свое время руководили психотерапевтической службой в Оренбургской области. Наверняка знакомы не понаслышке с региональными различиями. Вот какая существует региональная специфика в нашей стране, влияющая на эффективность психотерапии? У нас очень неравномерная служба, на самом деле. И есть регионы, причем это не зависит от численности, от населения, например, от богатства той или иной города или области. Это как-то так вот сложилось десятилетиями. В частности, вот для меня было очень удивительно, когда я приехал в Питер, это, наверное, особенность мегаполиса, это раздробленность службы как таковой. То есть отсутствие вот единого профессионального поля. Есть разные институты, уважаемые, общества, но они вот почти не взаимодействуют или вообще не взаимодействуют между собой. Например, даже в рамках психиатрии, что меня удивило, люди не знают, что происходит в соседней больнице, хотя это государственная структура, которая, ну, никоим образом даже, никакой конкуренции между друг другом в принципе нет. В других регионах ситуация иная? Ну вот у нас в Оренбурге была иная. У нас была, я думаю, что одна из лучших служб в стране, мы были многие годы лет 15, наверное, 20 на третьем месте по числу психотерапевтов, физических лиц, ну, отступая только Москве и Санкт-Петербургу, превосходя все другие миллионники, там, крупные города и так далее. У нас было общество, ну, может быть, то, что все-таки реально нас было не так много на 500-тысячный город, но общество регулярно собиралось, и все, кто более-менее активно представлял что-то в профессии, мы знали друг друга. Я мог не соглашаться с методом коллег, как-то дискутировать, но, в общем, какое-то профессиональное поле было. Вот в Питере, может быть, здесь много разных полей, маленьких, но вот единого пространства, на мой взгляд, нет. Сергей Михайлович, Константин Витальевич, благодарю вас за то, что вы пришли, согласились ответить на наши вопросы. Спасибо вам большое. Взаимное спасибо, очень приятная возможность. Не часто встречаемся. Спасибо, Кирилл. Я рад, что вы меня пригласили. Я первый раз в журнале. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, и мы будем поднимать темы, которые интересны профессиональному сообществу и нашим клиентам. Спасибо. Уважаемые зрители, спасибо вам большое за ваше внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»